С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 20 февраля. Всемирный день социальной справедливости. Ее хотят добиться, как известно, жители всей земли. Видимо, поэтому Организация Объединенных Наций решила внести такой день в свое расписание праздников и памятных дат. Появились на свет в этот зимний день. 1694 год. Вольтер, великий французский писатель и философ. Два звездочета сказали Вольтеру, что тот проживет до 33 лет. Но великому мыслителю удалось обмануть саму смерть. Он чудом остался в живых из-за несостоявшейся дуэли с неким дворянином. Год 1926. День рождения Зины Портновой, юной партизанки, героя Советского Союза. Отправившись на очередное задание партизанского отряда, Зина попадает в засаду. Она схвачена немцами. На допросе сумела схватить со стола следователя пистолет и убить его. Выбегая из здания, юная мстительница застрелила еще двух офицеров. Добежала до оврага и уже собиралась переплыть речку, но не успела. Замучена фашистами. Год 1964. Рождается Александр Гордон. Радио-телеведущий, журналист, актер, кинорежиссер, создатель и постоянный ведущих сразу нескольких телевизионных программ, в разное время работавший на самых разных телеканалах. Ну а мне особенно приятно, что какое-то время с Александром мы работали вместе. И поверьте, что в жизни это очень лирический и очень добрый человек. По-другому и не скажешь. Год 1966. День рождения Синди Кроуфорд. Настоящее имя Синтиэн. Американская топ-модель. Ее, кстати, до сих пор называют супермоделью на все времена. В 1995 американке не было равных по сумме гонораров, получаемых за, казалось бы, такую легкую работу. Ну, на подиуме. 1967. 20 февраля. День рождения Курта Дональда Кобейна. Гитариста и вокалиста группы Нирвана. Основатель стиля гранж современной музыки. Я не хочу ни с кем слишком сближаться. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я чувствую и что думаю. Если вы не в состоянии понять, что я из себя представляю, слушая мою музыку, что ж, увы. Событие дня. В 1803 году выходит указ императора Всероссийского Александра I о свободных хлебопашцах. Он разрешает помещикам отпускать крестьян на волю и закрепляет за ними землю в собственность. В стране впервые появляются так называемые лично свободные крестьяне. Впрочем, на практике все было гораздо сложнее. И таких свободных пользователей свободной земли, можно сказать, не было. 1816 год. В Риме премьера оперы Джоаккино Россини «Сивильский цирюльник». Сюжет основан на одноименной комедии знаменитого французского драматурга Пьера Бомарше. В «Сивильском цирюльнике» есть все лучшее, что может быть в итальянской опере «Буффа». Стремительная динамика сюжетной линии, обилие комических сцен, жизненные характеры герою. Специалисты утверждают, что Россини обладал выдающимся талантом развлекать самой музыкой без слов. А это, согласитесь, гораздо сложнее. 1818 год. Открытие в Москве памятника Минину и Пожарскому. Скульптор Иван Мартос. Пушкин писал Вяземскому, что наблюдал, как, любуясь памятником, один мужик говорил другому. «Смотри, какие в старину были великаны! Нынче-то народ омелел!» Первоначально памятник располагался напротив нынешнего мавзолея, но в 1931-м потомки передвинули его к собору Василия Блаженного, так как монумент, правильно, мешал проведению парадов. 1940 год. Впервые на экранах появляется знаменитая пара Том и Джерри. В большинстве эпизодов действия происходят в небольшом городке, но персонажи иногда переносятся на необитаемый остров, бывает, что поплавают на круизных кораблях, отдыхают на пляже и так далее. По сюжету Том пытается поймать мышонка, но ему это почти никогда не удается. И, видимо, не удастся. Год 1988. Образовалась рок-группа Агата Кристи. Основана в 1985-м Свердловский под названием ViaRTFUP. Ну а потом была долгая история. Кто знает, может она еще продолжится по-новому. 2014 год. Трагические события на Киевском Майдане незалежности, в результате которых погибает 53 человека, 49 протестующих и 4 сотрудника правоохранительных органов. До конца непонятно, кто стрелял, почему стрелял и кто был заказчиком этих убийств. Ну и последнее. В феврале 1872 года, а к марту уже вполне официально, появляется одно из самых необходимых изобретений человечества. А именно, электрический лифт, благодаря американцам, родился. Первым настоящим лифтом считается Версальский Людовика XV, который, не тратя лишних сил, поднимался в апартаменты фаворитки, которые находились этажом выше. Сейчас устанавливают лифты, рассчитанные на 630 килограммов. Но медики советуют не увлекаться автоматическим перемещением. Не бойтесь иногда ходить пешком. Это и полезно, и логично. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok